Всему флоту Накама посвящается Обзора на спейлера и на главу не было на канале впервые, потому что прошлые стримы провели слишком раскрепощенно. Но теперь все вернулось на круги своя, ожидайте все по расписанию как обычно. Всем, чьи имена сейчас гордо пролетают по экранам, большие благодарства, каждого обнял принял и меньше чем три. В сегодняшнем ролике будет очень интересная тема, о ее востребовательности в медиапространстве говорить даже не стоит. Есть множество споров касательно фрукта бога Ника, его происхождений и потенциальных возможностях. Но помимо всех этих споров, есть каноничная информация, поданная как будто под шумок. Сегодня я постараюсь сделать ярко выраженный акцент на самых важных деталях из манги, которые расставят все точки над «и». Мы поговорим и разберем все детали, касаемые пятого гира и конкретно пробуждения фрукта бога Ника, который почему-то большинство читателей манги обошло стороной. Ведь всегда есть те, кто попытается перекинуть роль сильнейшего на своего любимого персонажа, просто потому что в наше время каждый мечтает поиграть с ролями. Так же, как Санджи мечтает сыграть с нами в ролевые игры. Ух уж эти, ролевые игры. А знаете, что у меня есть для тех, кто разделяет желания Санджи? Самый знатный ролевой дискорд-сервер в СНГ. Вечно меня спрашивают, а в вашем дискорде есть что поролить? В нашем нет. Но в дискорд-сервере моих кентяриков One Piece New Era есть. Это самый крупный РП-сервер по One Piece в ру-сегменте. Активный чат и уютная атмосфера. Вы только посмотрите, насколько проработан этот сервер. Все моря. Ист, Вест, Норс, Кост, Блю. Все локации за немые манги переданы досконально. Грандлайн для удобства также разделен. И естественно, то же самое по новому миру. Воссоздана даже страна Вана в мельчайших подробностях. Залетайте и хорошо проводите время. Всем советую. Поэтому, если ты давно искал, где можно нормально поролить с такими же пиратами, как и ты, добро пожаловать в дискорд-сервер One Piece New Era. Ссылку на него оставлю в описании и в закрепленном комментарии под видео. Роли, роли, роли. Как же много это слово значит в сюжете. Когда мы говорим о Луфи, именно его роль в судьбе, в истории всего мира One Piece просто неоценима. Именно он, тот, кому суждено. Как бы кто ни фанател по незримым легендам, типа Джой Боя, возвышая его до небес, отрицая все каноны. Но даже сейчас уже известно, что человек, живший 800 лет назад, во времена забытого столетия, являющийся истинным праотцом рода Ди, король с большой буквы, так же, как и Луфи пробуждал фрукт бога Ника. Единственные две личности, которые смогли на рубеже 8 веков пробудить этот мифический зон божественного типа, были Джой Бой и Луфи. Но вот незадача, по каким-то неизвестным нам причинам на данный момент, мы знаем лишь факт того, что Джой Бой и его империя пала в ожесточенном бою, после чего и произошел перераздел мира. Несмотря на свое пробуждение, он проиграл свое сражение, и сотворить тот самый One Piece, единый целый мир, без Редлайна и Калмбелта, у него не получилось. После своего поражения и последующей смерти, единственное, что осталось от его мечты, это наследие, которое и передавалось из поколения в поколение. Как бы им сама, со своими приспешниками, управляя этим миром из тени, не пыталась подавить людскую волю, и на корню избавиться от истории, связанной с Джой Боем. Как мы видим теперь, легенды все же просочились и до наших дней, из уст в уста передавалось то самое предание о Джой Бое. И более того, о великом боге освобождения Ники. Из доступных, известных нам личностей, Роджер Далуфи был наиболее близок к тому, чтобы стать истинным Джой Боем и перевернуть этот мир с ног на голову. Но на его сожаление, Роджеру было попросту не суждено. Он родился раньше на одно поколение, даже сам Посейдон еще не был готов к появлению на веку короля пиратов. Роджер познал все тайны и истинную историю мира One Piece. Он прекрасно понимал, как ни крути, он не избранный. И все, что ему оставалось, это подобно Джой Бою разжечь огонь забытой легенды. Ведь уже близко то поколение, которому суждено. Финальная реинкарнация того самого Джой Боя уже на подходе. И вот, наконец, рождается тот самый избранный Монки Дилуфи. Человек, в котором течет кровь тех самых предков Ди, наиболее приближенных к семейному древу самого Джой Боя. Та самая воля Ди проявит себя именно в этом человеке, как ни в ком другом. Носителей Ди мы знаем множество, но лишь один свершит пророчество древнего короля. Здесь стоит немного остановиться. Снова попытаюсь объяснить тем деткам, которые спустя год так и не поняли, что произошло с One Piece и главным героем. До момента с выкатами всей инфы про бога освобождения, Луфи позиционировался как человек, ломающий эту судьбу своими руками, не согласным с ее исходами и как бы прогибая под себя все окружение и саму судьбу. Но теперь по факту, история переняла вектор дефолтнейших Сёнонов прошлых десятилетий, и Луфи оказался заложником той самой судьбы. Здесь не идет речь, хорошо это или плохо. Это сказ о двух концах одной палки. Но теперь Луфи переформатировался в некую марионетку, ведомую судьбой, и по сути лишь то, что было суждено, делает его главным героем этой истории. Здесь момент тонкий на самом деле. Десяток книжек нужно прочитать как минимум, чтобы понять, о чем идет речь в концепте этой модели развития. Поэтому среди большей массы на понимание, какой же перелом произошел с развитием главного героя, на 1044 главе манги я и не рассчитываю. Ведь когда тебе пишут комменты как аргумент, «Да Луфи никогда и не был обычным парнем, у него самый разыскиваемый отец, и дед герой дозора, о каком обычном пареньке идет речь?» Беда в том, что та самая речь совершенно о другом, но объяснить подобное для юношей, это то же самое, что впихнуть невпихуемое. Возможно, но очень тяжело и больно. Поэтому, на самом деле, речь не идет сейчас, плохо ли то, что судьба теперь занимает доминантную позицию над главным героем, а не, как казалось до, наоборот. Речь о том, что вкупе со своим стержнем, будучи ведомым судьбой, Луфи, в отличие от Джойбоя, не имеет права на проигрыш. Во-первых, мы смотрим историю про Луфи, а не про Джойбоя или о ком-либо еще. Очевидно, этот парнишка станет королем пирата, воплотив свою детскую мечту в жизнь. Но параллельно с ростом саспенса окружающим, его приключения придет совершить новый перераздел мира. И самое печальное, что главным фактором всей этой победы и становится судьба, конкретно в лице фрукта, без которого это попросту невозможно, как оказалось сейчас. Теперь самое главное, по силе и превосходству. Во время одного из крупнейших перерывов манги за всю историю One Piece, нас порадовали некими энциклопедиями по самым важным моментам лора. Говорю я о цикле Дороги на Рафтель. В каждом из них собраны нужные вещи, очень удобные, как шпаргалки для самих авторов. Но самый важный из этих четырех сборников – Дорога на Рафтель 3. Не знаю, почему вся информация оттуда так рьяно обошла общей массой стороной, ведь там прямым текстом написано все, что касается судьбы превосходства, конкретно фрукта над всем сущным. Для начала. Фрукт Хито Хито Номи, модель Ника, мифический зон божественного типа, носящий имя Бога Солнца, сила которого смогла сокрушить Кайдо, сильнейшее существо в мире. Сможет ли этот фрукт изменить мир? Не Луфи, не Носитель. Фрукт. Перевод тут прям несущий суть. Можете начекать и англоязычный, и оригинальный, суть останется единой. Прямым текстом, кто бы то ни был, вряд ли Ода, которого уже давно нет с нами, заявляет каждому зрителю по канону о том, что конкретно в этом случае решает не человек, а фрукт. К большому сожалению. Именно этот фрукт пробудился впервые за 8 столетий. Естественно, Стержень Луфи и его заслуги не стоит умолять. Но еще раз прямым текстом указывает на то, что без этого фрукта не быть тебе тем самым Джойбоем. Тут должны сойтись все звезды. Ты, естественно, должен быть носителем Ди, обладателем пробужденной, королевской воли. И если еще будет суждено получить фрукт бога Ника, при этом пробудив его, то тогда все пойдет как по маслу. После этого еще раз к вопросу о судьбе. Попробую объяснить, что помимо всех обстоятельств у Роджера, каким бы сильным и великим он не был, не было ни единого шанса свершить пророчество. А все почему? Правильно. Ответ судьба. У него даже не было этого фрукта, потому что по стечению той же судьбы сам фрукт не выбрал себе этого носителя. Да и время пророчества не подошло. Широхоша еще не родилась. Теперь еще раз задайте себе вопрос. Почему Роджер, будучи таким имбовым парнем, не смог свернуть этот мир в бараний рог? С учетом того, каким великим он был и все, казалось, было в его руках. Вот именно. Рог судьбы и только. И именно поэтому также, с одной стороны, теперь обидно за Луфи. Ведь родись он в период Роджера, имея все свои критерии и стержни, не смог бы он показать тот результат, что сейчас. Все это проделки судьбы и лишь на долю Луфи выпало то самое приключение. Все звезды попросту сошлись на сильном носителе Ди в этом поколении. Простыми словами, родился бы Луфи вместо Роджера, то тем самым Джойбоем оказался бы именно Роджер, который просто бы занял поколение Луфи. А судьба и тот самый Фрукт просто выбрали бы себе марионетку в лице Роджера. Такой же волевой, сильный, несгибаемый носитель Ди. Вот и вся романтика приключений, которая подавалась изначально как нечто иное, как воля самого героя. Теперь же все преподносится наоборот. Возвращаясь к словам о том, что как минимум сила одного только Фрукта и его значимость превосходит само сильнейшее существо, которое также в наличии имеет мифический Зоан, но не божественного типа. Уже должно быть ясно, насколько судьба имеет главного героя, а не он ее. Пробуждение Фрукта Луфи – это апогей вселенной Ван Пис. Не знаю, как еще расставить над этим акценты. Да, в некоторых главах показывают побочку вознеможения Луфи, когда он, подобно высохшему старику, отходит после использования пробуждения Бога. Жалуясь на усталость. Но, во-первых, при самом пробуждении нет никаких ограничений. Чем больше ты смеешься, тем сильнее ты становишься. Не требуется никаких ресурсов. Все, что нужно – это самая воля к победе. Та самая, несгибаемая воля Ди. Вот и еще одна нить, связывающая этих носителей именно с пробуждением этого Фрукта. Во время сражений ты попросту непобедим, что неоднократно было сказано различными персонажами из манги. Это доносится до нас зрителей словами автора через их уста. Победить носителя Фрукта Бога Ника в пробуде практически невозможно. Тут важное слово «практически». Ведь каким-то чудом Джойбой проиграл свое сражение, будучи в пробуждении. Поэтому нам только предстоит узнать, какими хитрыми способами его сломили те самые 800 лет назад. Но не смотрели бы мы историю про того самого Джойбоя, которому суждено, Луфи не повторит ошибок своего предка и обязательно раскроет весь потенциал этого Фрукта. Думаю, это уже понятно каждому. В своем пробуждении, благодаря находчивости и смекалке, он, подобно зеленому фонарю, может использовать окружение, как только ему заблагорассудится. Что уже в мелочах демонстрировалось нам неоднократно. Поэтому споры о том, что он зажат в рамках побочной резины, пожалуйста, оставьте это на грядках. Уже пора переходить на следующий этап и развивать в себе нечто новое. Кстати, для тех, кто пишет о возможностях следующих гиров, добро пожаловать на мой ролик, по которому уже и статьи на Reddit форсятся. Ссылка будет в подсказке сверху. Шестому гиру или обратной передаче ничего не мешает появиться. В том же пробуждении, находясь на пятом гире, стоит захавать три рамблбола Чопера, которые рассчитаны именно на расширение зуанов. Оно и даст Луфи возможность колоссально усилить свою монстр-форму божественного типа. Обо всем этом можете посмотреть в ролике. Но какими бы поварапы не были в дальнейшем, суть пробуждения и пятого гира останется вышкой, способной ломать целые цивилизации, ведь это сила самой судьбы. Кстати, после каждого из гиров были различные побочки поначалу. После второго истощался организм и сокращалась жизнь. После третьего все тело скукоживалось. После четвертого были проблемы с контролем воли. Но все это кануло в лету после определенных тренировок, поэтому даже та самая побочка в виде общего истощения тела в скором времени, возможно, будет подавлена. У пятого гира нет никаких минусов. Это один жирнейший имба-плюс. Потому что, как минимум, чтобы его пробудить, нужно столько факторов. Необходимо быть носителем воли Ди, обладателем королевской воли, несгибаемой стержень. И только тогда, перед тобой как бонус, разворачивается это пробуждение. У него, в принципе, как у концепта, нет минусов. Поэтому подобное и ввели сейчас в сюжет. Именно поэтому Луфи можно смело называть сильнейшим персонажем за всю историю Ван Пис. Ни Роджера, ни Джой Боя, ни кого-то там еще, а именно главного героя нашей истории, который вобрал в себя все, что было можно. Очень смешно смотреть на комменты, что Луфи в каких-то аспектах слаб и так далее. Наверное, когда начинаешь смотреть Ван Пис Арки Вана, на Ангоинге чувствуется причастие к комьюнити, открываются чакры и познание о Лоре Ван Пис. Это понятно. Но как бы печально не было, отныне прямым текстом по канону заявляется именно то, что с Луфи делай что хочешь, а толку ноль. Раньше до всей делюгии с богами и судьбой, я, как и многие, придерживался концептом, поданным изначально. Допустим, никогда бы я не сказал, что Луфи сильнее, например, Белоуса или Кайда, не говоря уже о Шебеке. Тогда я бы сказал, что он, благодаря своим амбициям и силе, притягивать людей на свою сторону, найдет способ одолеть таких парней, будучи даже слабее, но победа обязательно будет за ним, что теперь попросту сменилось на дефолтнейшее объяснение с точки зрения Сёна на 12+. Это главный герой, и по всем параметрам, даже вкупе все эти парни попросту не смогли бы с ним справиться. Вот вам и сильнейшие люди вместе с существами. Теперь просто нужно понять для себя, что есть Луфи, ведомый судьбой и самими богами, которого выбрали просто по истечению времени пророчества. Ждем, как будут обыграны остальные божественные фрукты, бога леса, земли и дождя. Какую роль они несут, находясь под богом солнца? А конкуренцию, как темная сторона, ну просто должна раскрываться в лице бога Луны? Жду не дождусь переименования Ями-Ями под истинный облик мифического Зоана божественного типа. Теперь о новой инфе, которая еще раз взбудоражила сообщество One Piece. После того, как нам показали генетическое древо рода Зора, самая громкая теория – это о символической связи трех орудий и нашем монстр-трио. Я об этом уже вскользь упоминал в одном из роликов, но давайте теперь тщательней. Узнав имя матери Зора, которую звали Терра, люди сразу поняли «О, да, земля!» Посуетившись далее, все свелось к тому, что ведь имя матери Санджи Сора – это небо. И чтобы сложить недостающий пазл, нужно просто подставить Луфи и имя его матери напротив воды. Единственный пуканоподрывающий вариант на данный момент – это сама им самочка. Ведь ее имя также трактуется как «Водяной» или «Жидкий». Эх, старые добрые рафлаваны. Сорян, Крок! И да, чтобы быть первым, кто шарит за подобные теории извне, залетайте в наш телеграм-канал «Подслушано Анима Мори». Там всегда постятся самые актуальные вещи по One Piece и не только. Одни только топи шейнются, чего стоят? Имей в виду и не проходи мимо. Ссылка в подсказке сверху и, как обычно, в закрепленном комментарии под видео. Так вот, самая громкая и натянутая теория сейчас – это то, что имена матерей Монстр Трио символически относят нас к тем самым древним орудиям – Плутон, Уран и Посейдон. Это, конечно, не значит, что Луфи, Зора и Санджи – это три древних оружия. Просто такая вот символическая пасхалка, которая может оказаться правдой. Ведь всем вместо топового сюжета интереснее копаться в неразгаданных тайнах. Вот такие вот дела, ребята. Да, это жесткое. Но что поделать в таком мире, живем. Резюмируя все, что сказано до. Луфи – это самый значимый, самый важный, самый сильный персонаж, вокруг которого уже даже прямым текстом вращается мир. Еще и обладатель самого сильного фрукта. Как бы тупо это ни звучало. Но ведь мы по канону имеем заявление, что сам фрукт без учета носителя имеет силу и влияние, что даже Кайда – просто жалкая пешка на его пути. Попробовал разживать как смог. Самыми простыми словами и аналогиями написал этот текст. Где еще раз повторяюсь, попробовал донести до младшего зрителя, что стало с One Piece после 1044 главы. Как изменился вектор развития главного героя и всего сюжета в целом. Попытался показать разницу восприятия некоторых линий, пересекающих судьбы. Хотя на самом деле, все это можно списать на третий сортность, писак и тех редакторов, кто ведет эту мангу вместо Оды. Тут даже говорить о разнице между таймскипом и после не нужно. Разнящийся стиль пера и заявления по типу «Сходите на фильм, Рэд, всем советую!» незаметен лишь тем, кто кроме этой манги листал лишь теремок с колобком. Жду комменты, как мы все ненавидим One Piece. Ох уж эти мы, ох уж эти хейтеры One Piece. Каким видишь шестой гир, если такое имеется в воображении, пиши в комментариях, но только после просмотра моего ролика об этом. Главное, если по пути на кухню встретишь дыньку под секретным названием Гому-Гому-Нуми, смело хавай ее, ведь кто знает, может быть ты тот самый Джой-Бой, которому суждено. Кампай!